Обычно животные в дикой природе стараются держаться подальше от людей из-за страха, поэтому, когда тигрица приблизилась к одинокому мужчине, он не ожидал такой невероятной вещи, о которой она его попросит. Дикая местность всегда была волшебным местом, которое Джозеф любил исследовать. Расположенный в небольшой сельской деревне в России, Джозеф родился и вырос рядом с великолепным лесом, который окружал деревню. На протяжении всей своей юной жизни отец брал Джозефа с собой в лес, чтобы он научился охотиться, выслеживать и вообще оценить красоту природы. Когда Джозеф стал старше, он устроился на работу охотником, так как хорошо знал лес и умел позаботиться о себе, добывая лучшую доступную дичь. Но он и не подозревал, что его любовь к дикой природе приведет его к ситуации, которая навсегда изменит его жизнь. Для Джозефа все началось как обычный день, он проснулся как раз тогда, когда начало всходить солнце и направился в лес, чтобы хорошенько начать свою охоту. Несколько покупателей попросили его раздобыть немного мяса, а у него самого оно было на исходе, поэтому Джозеф отправился в лес с целью добыть побольше дичи. По мере того, как наступало утро, солнце заливало лес неземным сиянием, в которое охотник просто не мог поверить. Как только наступил полдень, Джозеф решил сделать перерыв на обед. Ему уже удалось поохотиться на нескольких птиц, и он решил приготовить одну из них себе на обед. Он находился в незнакомой части леса, но Джозеф не испугался, так как всегда мог вернуться по своим следам в деревню. Впереди себя охотник мог видеть много света, а это означало, что там была поляна, на которой было бы идеально отдохнуть. Но когда Джозеф вышел на небольшую поляну, он никогда бы не ожидал увидеть то, что увидел. Посреди поляны стоял тигр. Джозеф застыл в страхе. Животное явно услышало приближение охотника, поскольку смотрело прямо на него, когда Джозеф появился из-за деревьев. Но, несмотря на то, что тигр застал человека врасплох, он, казалось, не хотел причинять ему вреда, на самом деле кошка вела себя очень спокойно. Воспользовавшись поведением животного как благоприятной возможностью, Джозеф быстро поднял ружье и направил его на зверь. Тем не менее, большая кошка не двигалась и просто смотрела на охотника. Сбитый с толку поведением тигра и не желая стрелять в прекрасное создание, если оно не представляло для него реальной угрозы, Джозеф медленно опустил ружье и начал подкрадываться к животному. Увидев, что человек направляется к нему, тигр начал отступать на несколько шагов, тихо предупреждающий рыча. Когда животное пошевелилось, Джозеф заметил, что это явно была самка, так как ее соски были полны молока. Это означало, что поблизости у нее было несколько детенышей. Еще одна вещь, которую Джозеф заметил в животном, заключалась в том, что оно явно прихрамывало. Беспокоясь о здоровье тигрицы, охотник тихо окликнул ее, подойдя ближе. Это, казалось, успокоило животное, поскольку она перестала рычать и позволило мужчине приблизиться к ней на расстояние нескольких футов. Как только Джозеф оказался ближе к большой кошке, он понял, что рана тигрицы была намного серьезнее, чем он думал. Это выглядело так, как будто кто-то пытался застрелить бедную кошку, и пуля попала ей в заднюю часть лапы. Однако это был не чистый выстрел, и было очевидно, что животное заразилось до такой степени, что здоровье животного было поставлено под угрозу. Увидев ужасное состояние раны, Джозеф немедленно попытался помочь, но большая кошка своим рычанием оттолкнула его. Затем животное совершило нечто поистине экстраординарное. Она повернулась и направилась к краю поляны, но остановилась, как только добралась до деревьев. Именно в этот момент Джозеф начал слышать тихое мяуканье и рычание. Это были детеныши-тигрицы. Взрослая большая кошка осторожно подняла с земли одного из своих детенышей и, прихрамывая, направилась обратно к Джозефу. Добравшись до него, кошка осторожно опустила детеныша к ногам охотника. Затем она вернулась за вторым детенышем и оставила его прямо рядом с первым. Джозеф был невероятно смущен и поражен происходящим. Он не знал, что тигрица хотела, чтобы он сделал с ее детенышами и слишком боялся того, что она может сделать, если он попытается прикоснуться к ним. Именно в этот момент тигрица начала уходить от охотника и своих детенышей. Джозеф был шокирован и попытался сказать животному, чтобы оно подождало. Однако кошка просто взглянула на Джозефа в последний раз, прежде чем исчезнуть в лесу. Охотник был ошеломлен тем, что произошло. Однако он знал, что тигрица мама не бросила бы своих детенышей, если бы в этом не было необходимости, и он опасался, что взрослая кошка знала, что у нее осталось не так много времени и хотела убедиться, что ее детеныши выживут. Не желая оставлять двух молодых тигриц, одних на произвол судьбы, Джозеф подхватил животных на руки и направился обратно из леса к своему дому. Благополучно вернувшись в деревню, Джозеф решил отвезти двух тигрят к местному ветеринару. Он хотел убедиться, что с детьми все в порядке, чтобы он мог воспитывать их как можно лучше. Ветеринар выдал двум молодым кошкам справку о состоянии здоровья и рассказал Джозефу, как за ними ухаживать, в том числе чем их кормить и как часто, когда они подрастут. Охотник поблагодарил ветеринара и отвез тигров домой, где в точности последовал совету ветеринара. Шло время, и два маленьких медвежонка, которых Джозеф назвал Сашей Алексеем, начали расти больше и сильнее. В какой-то момент сотрудникам близлежащего городского зоопарка стало известно о двух молодых тиграх. Они подошли к Джозефу и предложили купить у него двух детенышей, чтобы они могли стать частью аттракционов зоопарка. Однако, несмотря на большую сумму денег, которую они были готовы ему дать, охотник отказался расставаться с животными. Он верил, что предаст маму тигрицу, которая доверила своих детенышей Джозефу на хранение. В конце концов, пришло время вернуть двух тигров в дикую природу. Они выросли в красивых молодых тигров и обладали всеми навыками, которые им понадобятся, чтобы выжить в дикой природе в одиночку. Джозефу было грустно видеть, как животные уходят, но он знал, что это к лучшему, поскольку их место было в лесу. Пару лет спустя Джозеф прогуливался по лесу в поисках какой-нибудь хорошей дичи для охоты, когда ему вдруг пришла в голову идея вернуться на поляну, где он впервые нашел тигрицу и ее детенышей. Он надеялся, что, возможно, несмотря ни на что, два животного, которых он вырастил, каким-то образом окажутся в этом районе. Добравшись до поляны, Джозеф заметил, что она почти не изменилась, хотя в земле, казалось, было вырыто довольно много странных ям. Не задумываясь об этом, охотник решил разбить свою палатку и разбить лагерь на поляне на ночь, прежде чем на следующий день отправиться обратно к себе домой. Оторвав взгляд от костра, он увидел огромного медведя-гризля, выходящего из леса на поляну. Медведь сразу заметил охотника и тут же бросился на него. Джозеф понял, что оставил свое ружье в палатке, и поэтому, не имея другого выбора, он вскочил со своего места и побежал в лес подальше от медведя. Огромный гризли продолжал преследовать Джозефа и вскоре догнал перепуганного охотника. Как раз в тот момент, когда казалось, что Джозеф может не выжить, из-за деревьев появились два оранжево-черных пятна и встали между медведем и человеком. Когда Джозеф начал успокаиваться, он понял, что два размытых пятна на самом деле были Сашей и Алексеем. Два взрослых тигра убедились, что Джозеф находится позади них, когда они отбивались от разъяренного гризля. В конце концов, медведю это надоело, и он ушел. Джозеф не мог поверить, что два животных, которых он вырастил, пришли ему на помощь в трудную минуту. Убедившись, что с Джозефом все в порядке, тигры оба вернулись обратно на деревья. И хотя Джозеф знал, что никогда больше их не встретит, он был вне себя от радости, увидев двух животных здоровыми и хорошо себя чувствующими в окружающей среде, к которой они принадлежали. Дайте мне знать, что вы думаете об этой истории в комментариях ниже. И не забудьте поставить лайк и подписаться на новые потрясающие видео.